Война соседей. Уже на протяжении года в одном из домов микрорайона Восток-5 идут подъездные споры судебной тяжбы. Жители дома номер 22 по улице Мамураева не могут решить, законно ли был установлен лифт и должны ли они платить за него деньги. Кто прав, кто виноват, выяснял Сергей Журавлев. Любишь кататься, люби и саночки возить. Жители дома номер 22 по улице Мамураева отказываются от своих росписей за лифт. Да, мы против лифта. Екатерина Кузнецова, жительница дома номер 22 по улице Мамураева, была изначально против установки нового лифта и не ставила подпись в договоре, ссылаясь на завышенную цену жетонов и ежемесячные выплаты в течение 7 лет. Потому что когда собирались ставить этот лифт, они говорили, что это по программе бесплатно будет лифт. А когда они поставили его и получилось так, что мы должны 7 лет платить кредит за этот лифт. 7 лет. В этом подъезде новый лифт установили в прошлом году по программе модернизации ЖКХ. Тогда все жильцы разделились на два лагеря. Кто-то был рад обновке, а кому-то не понравилось, что Акимат заставляет их оплачивать установку и стоимость самого подъемника. По мнению протестующей стороны, чиновники якобы обещали установить лифт бесплатно, а оплата за его услуги должна быть не дороже, чем у прежнего. А вот для жителей последних этажей лифт как часть жизни. Они готовы даже платить ежемесячный взнос, который, к слову, составляет порядка 2000 тенге. Возмущение соседей они не понимают. Конечно, я за лифт. Нам нужен был новый лифт, ведь старый был в плачевном состоянии. Лучше платить за новый, современный подъемник. Он чистый и удобный. Между тем прошли уже три судебных слушания по этому делу. Но, по словам жителей, их никто об этом не оповещал. Некоторым все же удалось побывать на последнем. Где суд обязал всех жильцов дома платить за лифт, судья вынес вердикт, что лифт был установлен законно. Редактор субтитров А.Семкин